Первая тема, острый вопрос, который сейчас я наблюдаю на рынке, это продление срока службы технических средств, как раз сигнализации, оповещения, пожаротушения. Она постоянно поднимается, и вчера ее тоже поднимали, и на пропроекте в понедельник. Но мы решили ее более подробно расширить, потому что было буквально пару минут этому уделено, а вопросы есть. Вопросы есть, и вопросов много, есть много непонимания. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться в этом вопросе и какую-то позицию определить. Откуда вообще этот вопрос взялся? Взялся он в прошлом году, когда у нас вступили правила противопожарного режима. В пункте 54 появилось требование. Требование к тому, что руководители должны обеспечивать, применяя средства обеспечения пожарной безопасности, сверх срока службы, можно только тогда, когда проводятся ежегодные испытания. То есть если срок службы подошел к концу, то нужно проводить каждый год такие испытания. И вот здесь возник первый наш с вами вопрос. Здесь приведен, просто как ради примера, один из паспортов. В среднем мы будем все время говорить про 10 лет. В большинстве технических средств вот такая вот цифра определена. И в любом паспорте вы всегда можете найти, у какого технического средства какой срок службы. Потом в сентябре месяце у нас появились ГОСТы. ГОСТы дополнили вопросов. По каждому направлению свои ГОСТы. Вот они 15 сентября появились, их утвердили. Пока да, они не обязательны. Тоже на эту тему много говорили. Но уже сейчас подготовлены изменения в распоряжении для того, чтобы внести эти ГОСТы в обязательное применение к техническому регламенту. Ну и в принципе где-то, может быть, в мае уже мы с вами увидим, что они станут обязательны. Эти ГОСТы мы рассмотрим подробнее. Наши спикеры о них расскажут. Каждый по своему направлению, что там написано. Что, собственно, я как инициатор этой темы увидела? Ну, на всяких разных профильных чатах, форумах, сайтах. Вот вчера эти вопросы были, позавчера тоже. Первое, с чем я поняла, это то, что большинство специалистов вообще не очень понимает, о каких испытаниях идет речь. На рынке такая путаница вообще в понятиях, что такое работоспособность, техническое обслуживание, или это какие-то испытания, как проводят производители, когда какое-то средство выпускают, техническое средство выпускают, они обязаны провести испытания в специальной лаборатории и получить сертификаты. Или, может быть, о каких-то других идет речь о испытаниях. Вот это первое, с чем специалисты не могут разобраться, не находят такого единого какого-то решения. Если же уже с этим разобрались и какое-то принято для себя решение, то второй вопрос встает, а вообще мы что будем испытывать, какое-то одно средство или все-таки систему в целом. Вот здесь тоже очень много вопросов. После этого встает вопрос, а кто может такие испытания проводить. Какая-то, может быть, лаборатория, или это компания, у которой есть лицензия, или это какой-то аттестованный человек, кто за это может отвечать, кто, самое главное, возьмет на себя ответственность. Потому что, если мы понимаем, что-то произошло, то вопрос будет к тому, кто продлил такую эксплуатацию и разрешил применять это оборудование. И, соответственно, следующий вопрос – это, а есть ли у нас методики. Методики для испытания, на что надо оперироваться, как вообще проверить, что правильно все испытано. Вот это тоже нет такого понимания. И после того, как вот эти вот все вопросы обсуждались, 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 у людей вообще стоят вопросы, а вообще это возможно, или мы сразу говорим о том, что это невозможно, и надо все менять, и на этом, собственно, остановиться. Вот и вокруг этих вопросов, собственно, и базируется сегодняшнее наше мероприятие. Хотелось бы в них разобраться и уже к чему-то таки прийти. Ну, это один из запросов, который мы отправляли во ВНИИПО, и, в принципе, Иван Рыбаков его подтвердил, опять-таки, в понедельник на ПРО-проекте. Если позиция в НИИПО, это либо меняете, либо отправляете к производителю. Производитель должен какое-то вам решение сказать, либо испытать, либо в принципе сказать, что вы можете использовать. Но в любом случае у вас есть риски. То есть надежность системы, она встает под вопрос. И есть вот еще такое письмо, на которое мне тоже хочется обратить внимание, и по которому мне хочется задать вопрос как раз Сергею Павловичу, представителю департамента надзорной деятельности. Это письмо широко разошлось, опять-таки, в интернете. Тоже многие им пользуются. Уж не знаю, насколько оно действительно отправлялось в разные главные управления МЧС России, но вот в интернете оно представлено. Здесь речь говорится о том, что можно привлекать организации, прошедшие аккредитацию, добровольной системе сертификации. О чем тут идет речь? На самом деле это речь про ГОСТ, я все время забываю его номер, на проверку работоспособности, который 579 и 74, который появился у нас в 2017 году. Вот в этом ГОСТе как раз определено требование к проведению проверки работоспособности, и в том числе там указано о том, что если пройти сертификацию, то вы можете такие подтверждения осуществлять. И вот, собственно, в этом письме как раз такая рекомендация дана, что можно привлекать организации, прошедшие такую сертификацию, такую аккредитацию, и вот они вам проверят оборудование и могут еще на год его продлить. Вот у меня, собственно, и у разных представителей отрасли вопрос, насколько это действительно так, и можно ли этим действительно пользоваться. Почему? Ну, потому что не секрет, что у нас не очень такая богатая страна, и на большинстве объектов оборудование уже далеко даже не 10 лет стоит. И для многих это актуальный вопрос, тем более в современных условиях, ни у кого нет денег, и менять каждые 10 лет оборудование, ну, все категорически против. Все это вызывает такую серьезную агрессию. Вот вчера в очередной раз в чатах был поднят этот вопрос, очень много было возмущений. И, на мой взгляд, большинство этих возмущений, они связаны с тем, что, в принципе, люди действительно не понимают, если надо что-то делать, тогда объясните, зачем. Вот хотелось бы, собственно, и разобраться с этим вопросом. Если надо, то тогда зачем? На это, собственно, и будут отвечать наши сегодняшние спикеры. Это как раз Александр Вадимович, Олег Владимирович и Александр Михайлович. Насколько я понимаю, к нам сейчас подключился Сергей Павлович, да? Есть ли у нас возможность? Да, отлично. Да, да, да. Да, здравствуйте, Сергей Павлович. Нам очень жаль, что вы не пришли сегодня к нам лично, мы на это очень надеялись. Вот, но вот хотелось бы услышать позицию вашу, потому что позиция в НИПО нам понятна, но все-таки инспектора слушают прежде всего вас. Вот, хотелось бы, чтобы вы нам что-то на эту тему сказали. Что делать? Давайте я так освещу, значит, ситуацию. Начнем с того, что вся наша деятельность предопределяется не только, скажем так, технической документацией, но и существующими законодательными актами. Если, например, посмотреть, ну, гипотетически предположить, давайте всех заставим поменять оборудование. Это, конечно, бы здорово было. Особенно на таде эксплуатации. Но почему-то все забывают о основополагающем положении о отдельных законодательных актах. Ну, начнем с самого первого регулятора всей нашей деятельности, которая прямого действия, это Конституция Российской Федерации. И есть там такая очень хорошая статья 55, часть 3, которая говорит, что права свободы гражданина могут быть ограничены исключительно федеральным законом. Так вот, права свободы гражданина в части, касающиеся не только безопасности, но и предпринимательской деятельности. И если мы говорим о том, что товарищи граждане, кому поставили оборудование, ну-ка поменяли через 10 лет все это оборудование на новое, мы должны тогда гипотетически прописать в законодательном акте, будь то технический регламент 123, будь то технический регламент таможенного союза 043, о том, что есть такие понятия, основополагающие понятия. Ну, я беру аналог. Далеко ходить не надо. Возьмем, например, технический регламент таможенного союза, связанный с безопасностью машины оборудования. Это назначенный ресурс и назначенный срок службы. Чем они отличаются друг от друга? Значит, назначенный срок службы – это календарная продолжительность, то есть вот 10 лет отслужило, все, вы обязаны поменять. Это установлено техническим регламентом таможенного союза, то есть даже выше, чем наше федеральное законодательство. И назначенный ресурс – это суммарная наработка по времени, по истечении которого оборудование подлежит замене. Для чего это я говорю? Значит, ну, берем, я рассматриваю все элементы системы противопожарной защиты. Берем насосы, условно говоря, те, которые стоят, могут не 1 и не 2 миллиона, а за 10 миллионов, например, тонко распленное, чтобы создать воду, очень дорогое удовольствие. Если сказать о том, что производитель указал срок его эксплуатации, скажем так, не менее 10 лет, ну, сами понимаете, через 10 лет менять насос, который стоит не 1 миллион рублей, это не совсем, скажем так, с точки зрения экономической эффективности корректно. Так вот, если бы вот эти положения были закреплены в законодательных актах, вопросов бы не стояло. И мы сейчас как раз ведем работу над тем, чтобы все-таки обозначить вот эти основные, скажем так, юридические обязательства в техническом регламенте Таможенного союза. То есть без него мы никого заставить не сможем заменить. Все существующие законодательства, в том числе, например, закон о защите прав потребителей, если внимательно посмотреть, там обязанности потребителю о том, что он должен поменять оборудование, купленное, скажем так, у одного или другого производителя через установленный срок, нет. Там все обязательства для производителя, продавца или поставщика. То есть гарантийный срок и срок эксплуатации. То есть срок эксплуатации, условно говоря, раскрывая, ну, просто понятийным таким языком бытовым, это срок, в течение которого, если, не дай бог, что-то произойдет, производитель обязан за свой счет устранить все проблемы, которые были связаны с использованием его оборудования. И, например, давайте посмотрим на автотранспорт, тоже средства безопасности. Вот у него срок эксплуатации не более 10 лет. Ну, назовите мне, у нас людей, большинство, наверное, в Российской Федерации, которые на машинках ездят, которые срок эксплуатации больше 10 лет. Ясно, что в силу определенных финансовых возможностей сейчас прямо заменить нет условий. Так вот, коль мы говорим о том, что даже 123-й федеральный закон, если мы говорим к продукции, мы опять ссылаемся на государственные стандарты. Вот, например, если посмотреть перечень государственных стандартов, который утвержден либо распоряжением правительства, 304-й мэр, либо приказом Росстандарта, связанного с тем, что устанавливают требования как к продукции, так и к методам испытания, то мы везде видим о том, что эти требования-то для производителей. Если посмотреть во взаимосвязи, что же такое государственный стандарт, то это документ добровольного применения. Когда он становится обязательным? Мы должны уже посмотреть закон о стандартизации. Там есть такая очень хорошая 26-я статья и сказано, что производитель, лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги, если ссылается на государственный стандарт, вот для него он должен быть обязательным. И ни слова не сказано в этом законе о том, что стандарт обязателен для потребителя, тот, кто эксплуатирует это оборудование. Второй момент, когда стандарт становится обязательным, это прямая ссылка на него в соответствующем нормативном правовом акте. Именно в нормативном правовом акте. Если мы говорим с точки зрения в области пожарной безопасности, то прямая ссылка на этот стандарт или на отдельные положения стандарта должны быть как минимум в постановлении правительства, устанавливающего противопожарный режим. Это вот то, что касается юридической подоплеки. Теперь мы говорим о том, что, ну, коль у, как вы назвали, Анастасия, раньше, о том, что у нас системы есть старенькие, которые эксплуатируются, да, вроде срок эксплуатации подошел к окончанию, но пока законотворческой, то есть через закон не урегулирован вопрос, связанный с обязательной заменой, и это требование должно вменяться именно эксплуатанту, естественно, эксплуатант все же экономит денежные средства. И все прекрасно понимают о том, что существующая система в области, скажем так, стандартизации, и в частности, например, ну, межгосударственный стандарт надежность в технике, термины определения, что такое срок годности службы, они вроде устанавливают что-то. Но, еще раз повторюсь, мы сторонники того, что если... Я вот лично за замену после 10 лет, но я не могу, как человек, который чуть-чуть разбирается в юриспруденции, не могу огульно сказать, все меняем. И мы забываем о том, что обязанность обеспечить безопасность и работоспособность системы, это компетенция не государственного пожарного надзора, это компетенция и обязанность собственника объекта. И ясно, что на данный период времени, если у вас срок службы, условно говоря, больше 10 лет, то мы говорим, коль пока нет, скажем так, законодательного обязывания, тогда надо как-то разрулить ситуацию, связанную с тем, чтобы проверять работоспособность систем. Если посмотреть, например, приказ Росстандарта, который устанавливает требования, и взять просто ряд требований, которые прописаны в отдельных государственных стандартах, например, по системам пожаротушения отдельного, допустим, пенного, вода, потом вопросы, связанные с работоспособностью и вообще с таким понятием, как система дымоудаления, там прописано о том, что такое испытание, то есть испытание, которое проводится, а, в первом случае, для того, чтобы ввести вот эту систему в эксплуатацию, и второе, периодически, например, по системам пожаротушения раз в пять лет, по системе дымоудаления, допустим, раз в два года проводится испытание. Естественно, вопрос стал о том, что, а как проводить испытания уже смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией, потому что у нас всегда привязывались к тому, что испытания проводятся только на отдельные элементы, а на системы просто, ну, задыми один датчик, и все, условно говоря. Вот посмотрели, система сработала от одного датчика, но все же прекрасно технари понимают о том, что, скажем так, для того, чтобы создать так называемые комплексные испытания, те, которые вот сейчас прописаны в новых государственных стандартах, ну, возьмем, например, все, что связано с АПСом, там, 59, 638 стандарт, и мы видим о том, что прописано, что комплексные испытания организуются в соответствии с программой. Ясно, что вам никто не будет писать в государственном стандарте, что давайте задымим 10% датчиков или в шахматном порядке на одной линии, условно говоря, есть там проводная система, вот давайте через одну, через один датчик будем дымить и смотреть, работает он или не работает. Ясно, что программа испытаний, она призвана, во-первых, продемонстрировать, вот я сам как бы до того, как сюда возвратился, в департамент, занимался этими вопросами во Всероссийском добровольном пожарном обществе, и мы сами писали программы испытаний для того, чтобы хозяйственную субъекту представить достоверную информацию. Работоспособная система, может она дальше выполнять свои функции или не может? Ясно, что не все производители заинтересованы, ну, вспомните аналог нашей доблестной, когда, например, японские автогиганты давали нам гарантию миллион километров на двигатель, а потом это все ушло, стали давать гарантию на три года или потом на пять лет. Все. Ясно, что производитель, чем больше у него покупает и чаще, тем ему лучше. Ясно, что многие производители, если это, конечно, не связано, ну, с очень дорогостоящее, ну, те же самые, я говорю, насосы, вентиляторы, еще и тому подобное, они не заинтересованы для того, чтобы, если, конечно, как это говорит, имидж все, а жажда ничто, тогда мы давайте говорить о том, что ради имиджа я могу сказать о том, что вот мое оборудование может эксплуатироваться еще столько-то. Но если этого нет, этой информации нет, еще раз повторюсь, обязывание, обязывание, эксплуатанта заменить оборудование тоже нет. Естественно, я хочу предусмотреть и проверить, работоспособна система или не работоспособна. У нас ни для кого не секрет, мы живем не только в городе Москва, но и если по всей Российской Федерации у нас есть системы, которые стоят и по 15 лет, и больше. Вопрос, если сейчас, тем более, сами понимаете, технические требования, очень такая гибкая структура. Например, если мы берем, скажем так, государственные стандарты, связанные с ЕСКД, Единой системой конструкторской документации, они меняются, ну, со стабильностью раз где-то в 3-4 года. И сами понимаете, если технические нормы точно так же менять, то у нас все потребители встанут на уши и скажут, ребята, да вы что там. Поэтому хорошая статья номер 4 в Федеральном законе 123 и часть 4 о том, что на все то, что раньше было, старые нормы действуют. Только тогда, когда капитальный ремонт, реконструкция, будут действовать новые нормы. И это правильно. Так вот мы говорим еще сверх срока службы. То есть срок службы, как у нас показывает практика, не практика, а стандарты, там написано не более 10 лет. Ой, не менее 10 лет, прошу прощения, оговорился по Фрейду. Оговорочка. Вот. Либо 10 лет. В одном стандарте написано, если указано 10 лет, то приравнивается к 10 годам. Но, еще раз повторюсь, ссылка на стандарты. Вот у нас были иски в Верховный суд, как раз связанные с тем, что вот стандарт установит, предельный срок эксплуатации, и все здорово будет в нашей жизни. Все-то это хорошо, конечно. Но если посмотреть с точки зрения юридической, государственные стандарты, опять же там везде прописаны, рекомендуется заменять системы, если они прошли вот этот срок службы, установленный производителем на отдельные элементы. Еще раз повторюсь, рекомендуется. Ясно, что когда обслуживающая организация приходит и говорит, ну да, ГОСТа рекомендует, но в соответствии с правилами противопожарного режима обеспечиваешь безопасность ты, как собственник. Если я тебе говорю по результатам обследования и проверки системы о том, что она не работоспособна, это уже, как говорится, бремя ответственности твое. Я всегда говорю, когда организация заходит на объект и пытается заключить договор, но составьте акт, как говорится, дефектовочный. Почему? Потому что вся проблема в том, что инспектор потом придет и будет говорить о том, что система неработоспособна. Под понятием неработоспособность с точки зрения технической подразумевается два направления. Первое. Неправильно смонтировано. И второе. Это неправильно эксплуатируется. Либо просто уже вышло из строя. Так вот, я как инспектор, гипотетически, приходя на объект, могу еще третье сказать. Вы ее обслуживаете ненадлежащей организации, то есть той, у которой лицензии нет, или сами обслуживаете, а у вас лицензии нет. Это вот три ипостаси, когда можно делать выводы о том, что ваша система не исполняет свои функции. Так вот, если мы говорим о том, что по проверке работоспособности, когда мы обязали руководителя, еще раз вернусь к акту дефектовочному, когда обслуживающая организация не стремится выиграть на демпинге, и когда школа обслуживается за 100 рублей, условно говоря, в неделю, а может и за одну тысячу в год. То есть и такое мы встречали. Ясно, что в этих условиях никто не заинтересован проводить аудит для того, чтобы заключить договор. То есть, что я беру? Я беру кота в мешке, и я хочу просто себе деньги получить в карман, или я все-таки хочу сделать добро для хозяйствующих субъектов и сказать, какие у него проблемы на этих системах. И если впоследствии какие-то возникают вопросы с точки зрения правоприменения, то есть правильности работы лицензиата, я всегда смотрю на то, ребята, а что вы предприняли? У нас есть такое понятие, виновно, совершенное, неважно, какие там последствия наступали. Если я изначально, когда заходил на объект, говорил о том, что вот на этом этаже, условно говоря, вот эта система вот в таком-то элементе у вас не работоспособна, я это подтвердил. А вы не захотели мне выделить деньги, то я буду обслуживать только то, что работоспособно. И то, что позволяет говорить о том, что это работоспособно. Вся остальная головная боль это собственника. И здесь та же самая ситуация. Мы просто установили о том, что, ребята, вот предельный срок, если вы не хотите снять, тогда проверяйте работоспособность. Если дословно прочитать 54 пункт, в конце сказано, до их замены в установленном порядке. То есть, если вы меняете, я понимаю, что сейчас специалисты в области радиоэлектроники будут говорить о том, что вот есть эффект накопления ошибок и тому подобное. То есть, вот мы, условно говоря, на 60 тысяч часов на тот же самый даче даем гарантию, что отказ будет, условно говоря, один случай из 100, то после 10 лет отказов может быть половина. Но мы как бы, это приблизительно. Почему? Потому что никто никогда не отследит до минуты, действительно, сколько будет, возможно, отказа. Но еще раз повторюсь, это зона ответственности собственника. Теперь вопрос связанный, а кто же все-таки может проводить проверки? Вот у нас как раз и вы, Анастасия, вопросы задавали. Мы не привязываемся к тому, кто может проводить проверки. Почему? Потому что ответственность за то, что система работоспособна, и ответственность за то, что руководитель выбирает ту или иную организацию, это его право, кого выбрать. И мы не говорим, что должен быть... Если лицензиат проводит, да ради бога, мы только за, это еще плюс. Почему? У него есть соответствующее, поверенное оборудование. Если он приглашает со стороны специалиста, например, если я вот как гипотетически, бюджетной организации, например, я когда ездил, в некоторых субъектах уже руководители бюджетных организаций говорят, а мы сейчас приглашаем независимых людей, стараемся из государственных структур. Заметьте, я не лоббирую интересы испытательных пожарных лабораторий системы МЧС. Обращается и в другие структуры, которые имеют аналогичное оборудование. Для чего они это делают? А для того, чтобы впоследствии претензий не было. Почему? Он результаты труда принимает какой-то организации, которая обслуживает их. И я хочу знать, они правильно обслуживают или неправильно обслуживают. И это, как говорится, мои проблемы как руководителя бюджетной структуры. Теперь то, что касается сертификатов, добровольной системы сертификации. Если внимательно посмотреть 184 закон о техрегулировании, что такое сертификат? Это документ, который подтверждает либо работу, либо услугу, либо продукцию. Но он выдан организации, которая... И дальше идет ссылочка на закон об аккредитации. То есть организация, которая прошла аккредитацию в установленном законном порядке. То есть либо орган по сертификации должен пройти эту непосредственно аккредитацию в Федеральной службе аккредитации, либо испытательная лаборатория должны пройти соответствующую аккредитацию в ФССР. И документы, которые они выдают, не обязательно это будет по сертификат, то есть, допустим, о соответствии от органа. Это может быть протокол испытаний со стороны испытательной лаборатории, но которая аккредитована в установленном порядке. У нас получается так, что на рынке сейчас достаточно результатов испытаний и достаточно сертификатов, которые якобы в системе добровольной сертификации. Но тогда вопрос у меня сразу возникает. А давайте откроем, пожалуйста, реестр, который ведет Федеральная служба аккредитации, и посмотрим, а эти вот сертификаты и результаты испытаний, они там есть? А их там нет. Почему? Да потому что организации, которые это выполняют, не прошли аккредитацию. Ну и тогда вопрос, как я буду доверять тому, кто, скажем так, не только не поднадзорен, но и вопрос, соблюдают он установленные требования или не соблюдают, я не знаю. Теперь то, что касается ГОСТа, на который вы ссылались там 17-го года о проверке работоспособности. Ведь там, если посмотреть этот внимательно ГОСТ, завязочка идет в том, что, во-первых, а, эксперты или аудиторы, а также организации должны пройти вот аккредитацию только в техническом комитете определенном, ТК-001. Это раз. Ничего как бы не наталкивает на мнение. Вот видите, вы этого не знаете. Нет, 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 я не согласна абсолютно. На рынке это не так работает. Вы знаете, кто оказывает такую сертификацию, и сколько она стоит? Вот. Поэтому вот я вам говорю, я просто почитал внимательно этот стандарт. Это раз. Во-вторых, сразу переводимся, что такое сертификаты, я уже сказал вам. Это два. Ну и в-третьих, я согласен только с тем, что находится в этом стандарте. Это процедура. Прежде чем проводить какие-то испытания, я должен посмотреть проектную документацию, то есть как запроектированность, с какими условиями, потому что все прекрасно понимают, что проектирование систем или отдельных элементов этих систем, оно должно учитывать специфику здания, сооружения, а также процессы, которые там происходят или заложены. Вот когда я посмотрел эту документацию, я ее сравнил, скажем так, с существующими требованиями. И только после этого я перехожу уже к, естественно, к разработке, скажем так, комплексных испытаний по проверке работоспособности и даю заключение о том, что да, система смонтирована, все замечательно, но она не работоспособна в силу того, что выдает очень много ошибок. Почему ошибки выдает? Все банально просто. Сколько она у вас эксплуатируется? Больше 10 лет. Значит, она подлежит замене. Вот это признается тогда качественной работой. Качественной работой. Вот, ну, как бы наше мнение с учетом того, что этот ГОСТ, во-первых, не может использоваться на рынке, так как он не включен ни в одно распоряжение. То есть и не в распоряжение не включен 304-го, и не в приказ Росстандарта с точки зрения соответствия 123-му федеральному закону. Сергей Павлович, я тогда просто у нас по времени, я немножко подведу итог. Во-первых, хотелось бы, если у вас действительно вот такое мнение, чтобы это мнение было в массы, так сказать, внедрено, потому что инспектора считают не все так, и предписание уже на объекты есть. И, ну, как бы это штрафы, да, и люди думают, как выкрутиться. Поэтому хотелось бы, чтобы, ну, какое-то было действительно понимание между всеми сотрудниками всех регионов страны, а не только в Москве. Это первое. Во-вторых, я такой небольшой итог. Я правильно вас поняла, что, получается, проверка работоспособности, она как бы подходит под вот это вот ежегодное испытание. И проводить ее может, по сути, получается, любой, либо служба, которая обслуживает, либо какая-то сторонняя организация без каких-либо документов провела такую, да. Я просто мини-итог, чтобы у вас очень долгая была речь. Вот я сейчас итог такой подведу. Вы уж извините меня за долгую речь. Я с вами согласен. Все. Я вот просто, чтобы вот эти вот позиции определить. Хорошо. Спасибо большое. Я сейчас вам еще сразу другой вопрос задам. Если у вас будет возможность, вы все-таки немножко пока не отключайтесь, потому что у наших экспертов тоже есть на этот счет мнение. Я думаю, оно будет вам, наверное, интересно, так как люди работают именно с самим оборудованием и могут некоторые вещи пояснить с точки зрения технических возможностей. Вот. А второй вопрос, пока вы не убежали, это вопрос моего выступления касается. И на самом деле он у меня уже теперь только один. Остальное я все сама расскажу и отвечу на вопросы. Вопрос такой. Когда будут типовые программы? Четко. Нам дату. Да, да, да. Начнем с того, что, понимаете, универсального быть ничего не может. Еще раз повторюсь, вот то, что раньше, когда я работал в ВДПО, мы под каждое здание разрабатывали свою программу. Ну, это, извините, как бы ноу-хау. Нет, нет, нет. Вы про типовую программу, я имею в виду для... Вы неправильно поняли. Образовательную программу, которая нужна лицензиатам и проектировщикам сейчас, потому как 95% проектировщиков не могут пройти аттестацию. У них нет просто этого образования. Лицензии тоже сейчас практически не выдаются, потому что нужно найти ответственного с пожарным образованием, и тоже это не всегда такая возможность есть. Опыт есть, а вот образования у людей нет. Поэтому тоже есть проблемы у лицензиатов. Значит, сейчас у нас как раз идет процедура согласования этих типовых программ с Минобром и Минпросом для того, чтобы внести изменения в соответствующий приказ. То есть у нас есть такое полномочие, установленное 273-м федеральным законом, что мы разрабатываем типовые программы в области пожарной безопасности. Дата. Нас интересует дата. Вы это должны были сделать еще, извините, в начале года. Ой, знаете, если бы все быстро сшлили нам на встречу с точки зрения согласования, а то я понимаю, что сейчас упрек будет, что МЧС там как говорится медленно шевелится. Но вместе с тем мы очень быстро поспешаем, мы стараемся это сделать. То есть вот до конца апреля будет? Давайте. Точнее. Вы меня поставили в угол. Конечно. А я тут зачем сижу-то? Я, между прочим, действительно, этих вопросов настолько много и настолько много негатива. Почему важно было ваше участие в сегодняшнем мероприятии? Я не могу, как человек, не работающий в структуре, брать на себя ответственность и что-то, ну, говорить, как оно вообще будет. Но мне прилетает такое количество негатива в вашу сторону из-за того, что люди не могут работать, с которым я не могу справиться. Вот я с вами делюсь. Хочу, чтобы вы его сняли. Мы стараемся. Мы очень стараемся. Вот поверьте. Мы очень стараемся. Нам нужно до конца апреля. Да. Я прекрасно понимаю ситуацию и, скажем так, ту ситуацию, которая творится на рынке, связана с оказанием услуг, а тем более мы прекрасно все понимаем, например, новое направление есть, связано с работами в области передачи сигнала, то есть по системам, по СПИ. Вот. И все прекрасно знают о том, что сейчас договора, если будут заключать, будут заключать с учетом наличия лицензии на данный вид работы. А текущие? Можно сразу вопрос. А текущие можно продолжать? Если у тебя этого пункта уже нет в лицензии. А текущие? Понимаете, с точки зрения юридической, с точки зрения юридической, я вам скажу как юрист. Значит, когда норма вступает в силу и она требует вот наличия лицензии, но у вас договор уже заключен, вы работаете по старому договору. Почему? Потому что если нормативно-правовое регулирование не осуществлено, это не проблема, скажем так, хозяйствующих субъектов. Это общая тенденция правоприменительной практики. Это проблема регулятора. Я поняла, Сергей Павлович. Ну вот тоже, да, потому что многие хотят этот пункт внести и внести его не могут. То есть сначала были проблемы с оборудованием. Вот повезло тем, кто заключил договора заранее. Вот им повезло. Вот чтобы новый договор заключить, он подпадает под зилу постановления правительства, которое, к сожалению, на данный период времени пока не урегулировано. Пока не урегулировано. Спасибо большое, Сергей Павлович. Спасибо. Вы все поняли. Хотелось бы, чтобы вы с нами побольше сотрудничали, побольше разнесения давали, потому что сегодняшнее ваше участие было очень полезно. Очень важно выходить, так сказать, в свет и разъяснять нам некоторые правила игры, так сказать. Я тогда прошу прощения. Давайте перейдем уже тоже к нашим выступающим, потому что у нас уже по времени получается, что немножечко мы съехали. Следующее слово я предоставляю тогда Александру Вадимовичу, независимому эксперту в сфере пожарной безопасности. Александр Вадимович у нас известный уже эксперт. Я думаю, многие, кто на рынке давно работают, знают его. Хотелось бы, чтобы вы нам рассказали про сигнализацию. Как это вы понимаете с точки зрения сигнализации? Не работает микрофон? Да и так. Вопрос о продлении сроков службы, установленным производителем, порядок замены установленного уровня. Это как раз. Что-то не очень. Я сразу начну, далеко, чтобы не ходить. Вот с этих четырех стандартов, которые у нас вроде бы как бы ступили, вроде бы как бы еще не совсем ступили, потому что пока приказы Росстандартов о том, что они соответствуют ему, при выполнении этих стандартов выполняется требование 123-го закона, такого пока еще нет. но вот Иван Владимирович Рыбаков, когда я вот здесь позавчера здесь сидел, он сказал, что где-то в течение месяца-двух выйдет соответствующий приказ Росстандарта и как раз вот эти все четыре, они там и окажутся. Почему я сразу с этих четырех стандартов? Дело в том, что вот у нас здесь сидит трое и каждый будет рассказывать о своем. Значит, я буду о 38-м, о сигнализации, Олег Владимирович будет о 39-м, Александр будет рассказывать о 36-м оповещении, вернее, о тушении. Дело в том, что в разных стандартах вроде бы общая идеология идет, абсолютно общая, но разный подход по замене оборудования. Меня нормально слышно, да? Все хорошо, да? То есть, но разный подход к замене оборудования во всех вот этих стандартах. И вот то, что Сергей Павлович тут сейчас рассказывал сегодня как раз, давно знаком, еще в 2009-м году мы рассказывали с ним вместе о 123-м законе, это как раз и то, что вроде бы как мы говорим о системе противопожарной защиты, но каждый элемент, каждый компонент этой системы имеет свои особенности, в частности насосы, вентиляторы, трубы, рассители, распылители и извещатели, и оповещатели, и у всех как бы свадьба, своя жизнь. на сегодняшний день, поскольку они не вступили в силу, здесь проводилось, можно было проводить испытания на рабососомность в соответствии временными нормам 2014-го года, если кто помнит, вот, но те, вот эти временные нормы, они были, в общем-то, написаны для инспекторов госпоженозора, и никак не для того, чтобы использовать их в повседневной деятельности, вроде бы, как сторонние организации, которые имели какую-то аккредитацию, или говорили, что они аккредитованы, мы вас проверим, давайте деньги, мы вам все подпишем, продлим срок еще на 10 лет, мало 10, на 20 лет дадим продление на эксплуатацию, вот, как проверяем, ну, как получится, где-то на глаз, где-то полпалец потолок, вот, поэтому, конечно, вот, то, что будет внедряться в обозримом будущем, вот, с этими стандартами, это, конечно, будет замечательно, на мой взгляд, ну, они все разные, ну, я свое, Мадевич, можно ли в рамках вот этого, даже, в рамках проверки этого способности убедиться, что извещатель будет еще 10 лет работать, после того, как он 10 лет работает, ну, мы к этому вернемся, что мы имеем в рамках вот этого нашего стандарта 59-638, мы, в общем-то, на каждом этапе, на каждом этапе имеем возможность говорить о комплексных испытаниях, вот, о комплексных испытаниях, посмотрите, какая вещь, что, ну, тут понятно, согласование технического задания, напроектирование, разработка проектной документации, монтажная, сразу после этого начинается уже прием пусконавалочной работы, проведение комплексных испытаний, привели это самое, пусконавалочные работы, провели это комплексные испытания, прием эксплуатации, опять комплексные испытания, дальше проводим ежегодное техническое обслуживание, опять пишем о комплексных испытаниях, то есть они у нас, ну, там в стандарте предусмотрены в приложении Б, объем примерно там приведен, но, ведь, что самое, как бы, интересное, методика, в чем заключается методика проверки тех же извещателей пожарных по этим комплексным испытаниям, или это с помощью каких-то тестеров, или это указочка, какая-то лазерная, нажали, проверили, кто постарше, наверное, помнит, у нас были такие извещатели, которые проверялись путем, что нужно было в середину извещателя засунуть карандаш, помните, да, я даже, наверное, и Марку помните этого извещателя, а? Ну, они еще стоят, но, как бы, их уже не выпускают, карандаш вовнутрь засовывают, вот он, сработал, да, он вроде как на что-то реагирует, где-то у нас, значит, есть рекомендации проверять с помощью аэрозоли, полончик аэрозоли, вот эта штанга поднесли, нажали, проверили, вроде сработал, я вам честно скажу, несколько лет назад у меня был один объект, и мне надо было сдать, и мы там смонтировали систему передачи извещений, как раз, о которой Сергей Павлович сейчас говорил, и мне нужно было запожарить, я беру эту штангу, раз нажимаю, тишина, никаких извещений не есть, тщательно не сработал, два нажимаю, на пятый раз, когда я уже туда пол баллона этого аэрозоля Парафинового выжил, он наконец-таки сработал, вопрос, работоспособный извещатель или нет, очень трудно сказать, вот честно, и более того, у меня уже после того, как я, у меня было определенное волнение, что мне не и сам извещатель нужно было запожать, а продемонстрировать весь комплекс формирования сигнала и передача его в службу эту самую ЕДДС, что он туда дойдет и там будет на рабочем месте высвечен, вот, а тут вот параллельно надо было, ну, как говорят, хороший экспромт нужно заранее серьезно готовить, я чуть на этом деле, и вот, поэтому, по поводу замены, конечно, у меня, честно говоря, свое есть мнение, по поводу сигнализации, буквально, вот сейчас появился вот к выставке новый номер систем безопасности журнала, там один автор пишет, что мы вот 10 лет назад смонтировали систему противопожарной защиты, и что ж, теперь нам ее через 10 лет менять, ну, вот какой-то такой огульный подход, или мы сразу говорим о том, что все менять, или все-таки что-то мы оставляем, а что-то мы заменяем, поэтому я бы вот не говорил бы, вот в чистом виде за всех и все, кстати, почему 10 лет, откуда взялась вообще эта цифра 10 лет, исторически, давайте так, в 97-м году был у нас такой НПБ, норма пожарной безопасности, НПБ 65, на оптико-электронный извещатель, было написано 60 тысяч часов, это почти 7 лет, но на приборы, это был у нас НПБ 75, там у нас 10 лет, не менее 10 лет, представляете, когда эти были документы созданы, 10 лет мы все писали, потом в действующем ГОС-53-325, что написано, не менее 10 лет, и вот эта цифра, она так и шла, не менее 10 лет, и посмотрите, что в руководствах эксплуатации, в паспортах, технических документаций, на оборудование, везде пишется, не менее 10 лет, почему, а никто не задумывался, а нам нужно 15, а может быть, мы на 12 лет можем обеспечить, а мы пишем все, не менее 10 лет, и вот эти 10 лет, они таким образом, ну, коль производитель не хочет говорить о том, что он может больше 10 лет, ну, и тогда и получилось, что для всех 10 лет. Ну, вот там еще очень интересно в этом стандарте написано, что при принятии решения об дальнейшем эксплуатации технических средств с техническим сроком службы рекомендуется привлекать производителя, а если производитель не хочет к этому привлекаться, а он может просто написать, что, а, и на все 20 лет пускай, ну, не все производители на это пойдут, потому что в этом случае, написав такой документ, они берут на себя ответственность за неработающие системы, и рано или поздно к ним придут. Тоже, как бы, производитель, как Сергей Павлович отмечал, что раньше у нас были двигатели-миллионники, теперь 3 года, и хватит, потому что приходите за новой машиной, нечего гонять ее в течение 50 лет, хотя раньше такие делали. Ну, и сейчас производитель говорит, зачем нам, кому-то чего-то, у нас есть полный склад, приходите, покупайте новое. Но есть особенность, вот, вот, в той, которая у меня сейчас, вот здесь висит, картинка, флайд, есть одна особенность, значит, периодическая замена оборудования с последующим приведением комплексов и испытаний, возвращается стрелка на текущее обслуживание. В чем здесь смысл? Кто должен производить замену оборудования? Обслуживающие организации в рамках технического обслуживания. Значит, должна быть, как написано, обеспечена информационная и электрическая совместимость. Почему в рамках технического обслуживания делается? А чтобы не делать новый проект, проектную документацию, все не начинает с нуля, то есть мы крутим вот эти, в течение, там, 10-20, может быть, и 30 лет периодическую замену делаем, а вот эту стрелочку, которая идет на самый верх, на согласование технического задания, нам эти каждые 10 лет делать не надо. Все с нуля начинать. А реальность, вот сегодня, рынок таков, что не объект, то документация потеряна, обслуживание проводить невозможно в соответствии с этим документацией, и мы начинаем, опять все с нуля, начинаем новый проект на документацию создавать, новые провода прокладывать, и в таком духе. Мне не здорово все это. Значит, у нас что, извещатели, 10 лет написано, но у меня по этой части есть тоже свое мнение. Я его тоже доложу чуть позже по поводу 10 лет. Насчет приема контрольных приборов. Это вообще, как бы, прихоть была производителей написать 10 лет, но напишут 15, значит, будем 15 лет эксплуатировать. Ну вот, просто, как бы, раньше никому было на все это. Не менее 10 лет, и слава богу, мы на больше, как бы, и не рассчитываем. Хотя у нас работают и приборы, все прекрасно знают, что работают приборы. До сих пор можно сейчас найти ППК-2, даже без буквы А или Б, которые последние манификации, а тот исторический, которому 30 лет уже в обед было. Они все живы до сих пор. Если помните, там на задней колодочке перепайки, шабреле, режим работы там. Александр Вадим, чуть-чуть поближе к микрофону. Это плохо слышно. Плохо слышно, да? Да, вы так это в конце уже прислушиваете. Хорошо, буду погрунче. Вот. Эти приборы до сих пор в принципе могут работать. Но с аккумуляторами там все понятно и хорошо. Теперь тогда, значит, по поводу опыта международного, по поводу извещателей, коль оно пошло. Позавчера Иван Владимирович Рыбаков, сидя здесь, говорил, ну, по-моему, вы здесь были. Многие из вас здесь были. Вот. О том, что в немецких, во французских нормах сроки эксплуатации извещателей намного, намного меньше, чем у нас 10 лет. Вот я вам приведу выдержку из немецкого стандарта 14675. Что они пишут? Автоматические точечные пожарные извещатели без компенсации запыления и загрязнения или автоматических калибровочных устройств индикации. Но это в основном для аспирационных извещателей такие есть устройства. Вот. При проверке которых на месте невозможно определить, соответствует ли чувствительность диапазона установленного производителем и стандартами подлежит замене или ремонту не позднее, чем через 5 лет. Я, когда вот с этим стал разбираться, я вспомнил, есть такой, значит, у нас в Германии производитель Bosch. И когда они 10 лет назад выпустили на рынок мультислоем очень замечательного мультикорритериальный извещатель 420-й серии, там у них, значит, было два оптических канала, красный и синий, тепловой и газовый, и они написали срок эксплуатации извещателей 5 лет. Стоимость его тогда была 200 евро для понимания. Потому что газовый канал, он больше 5 лет не работает. Там стоял картридж, Анаповский 505-й, он больше 5 лет не работает. Все, извещатель. Но у них есть, у немцев возможность такая, что если автоматические пожарные извещатели имеют компенсацию запыления и загрязнения, а у нас она в стандарте просто исключена, потому что эта вещь проверяется на уровне программного обеспечения при сертификации. Сдается программное обеспечение, эксперты проверяют ЛПСБ или где-то если если есть такой механизм, он только для адресных работает, извещатели для неадресных это не работает, или автоматическое калибровочное устройство есть, есть, типа Везда или что такое, то этот извещатель может работать до 8 лет. 10 лет наших это гуманно, я считаю, но они сделали приписку к этому немцы, нежелные. Данная формулировка была включена в стандарт, поскольку оборудование для проведения процедуры проверки обычно не может быть доставлено на объект оператора систем пожарной сигнализации для проведения там проверки на месте. Например, для дымовых детекторов это установка дымовой канал или помещение для проведения огневых испытаний. помещение, аттестованное помещение для огневых испытаний у нас всего одно в Балашихе, дымовых каналов у нас чуть побольше, несколько. Поэтому, поскольку это невозможно доставить, или меняем, или отправляем на завод. И вот сейчас мы переходим к этому вопросу, возвращаемся из Германии к нам домой. Я посараюсь скоро закончу. с левой стороны у меня помещение для проведения огневых испытаний. Из Балашихи внизу это пожарная нагрузка, наверху на потолке эти извещатели. Там мы что-то поджигаем, по времени засекаем, как у нас меняется оптическая плотность ряда, как меняется концентрация частичек дыма, и когда у нас сработает, при каких порогах сработает извещатель на рюк. это совсем серьезное испытание. С правой стороны у меня установка дымовой канал, вот этот туннель, называют смок-туннель, в котором гоняется у нас или аэрозоль, или дым от лещего хлопка. Ну и таких установок у нас всего несколько в стране. Вот там действительно можно в этой установке дымовой канал проверить работоспособность дымового оптического извещателя. Но испытание для каждого извещателя будет стоить примерно наверное десятикратную цену этого самого извещателя. А испытывать мы не партии там должны, а по одному. Там вот есть место, куда вставляется испытуемый извещатель, где мы контролируем скорость, оптическую плотность. У нас даже есть человек-специалист сидит, который это дело в свое время проводил своими ручками. Он знает, что это такое. Теперь вопрос. А проверяемость объекта один, два извещателя. Один у нас висел в аптеке или медицинском пункте, а второй у нас в производственном помещении висел, где у нас и кто из них кто, и какой нужно, какой, во всем мире принято проверять сто процентов извещателей. Или менять, или проверять. В зависимости от того, кто на что способен. И вот даже если я из Новосибирска привезу 2000 какого-то объекта точных дымовых извещателей, и вдруг выяснится, что порог срабатывания изначально где-то был 0,11 децибилнометра при проведении сертификционных экспортаний, а я привез они уже 0,2 децибилнометра, а это на пределе. И как вы думаете, я как эксперт дам гарантию, что он еще будет 10 лет работать? Если бы я был бы экспертом, я бы не дал гарантии, что он еще будет 10 лет работать. Вот если бы он у него остался в 0,11, как и было изначально 10 лет, но такого быть не может в принципе своем. И я поясню сейчас почему. Ну вот наши любимые извещатели, кто-то продувает воздухом, кто-то чистит кисточкой. Все это очень хорошо. Дело в том, что если бы там была одна пыль в этих извещателях скапливалась, это было бы замечательно. Это было бы полностью закрытый решенный вопрос. Что дает пыль накапливаемая? Пыль увеличивает, повышает чувствительность извещателя, к сожалению. Потому что за счет имеющейся там в оптической системе пыли происходит дополнительное перерассеяние сигнала от светодиода. Поэтому чувствительность его вроде как повышается. Появляется, повышается с этим вероятность ложного срабатывания. То есть еще дыма нет, а мы уже срабатываем. В том числе и от пыли. Но есть еще другая проблема. Есть такая у нас была девушка Ирина Пивинская. Она в свое время провела анализ светоизлучателей, находящихся в наших извещателях. и получил замечательные результаты. Вот с левой стороны график и вот эта зеленая кривая показывает, что буквально через 2-3 года, максимум 3 года, излучаемые потоки, мощность световой поток, падает в 2-3 раза. Как минимум. За 2-3 года. Через 10 лет извещатель только потому, что сам светоизлучатель теряет свою миссию, то извещатель становится неработоспособным. Только из-за этого. Она исследовала 3 группы, 1-2-3 группы изучающих светодиодов. И в основном в наших всех извещателях была третья группа, вот эта нижняя зеленая. К сожалению, поэтому через 10 лет говорить о том, что мы его помоем, мы его почистим, будет все замечательно. Не пройдет номер. Значит, у нас есть пыль, которая накапливается, это в одну сторону двигается, падение мощности в другую сторону, но у нас есть еще такая вещь, как загрязнение оптопары, свето- и фотодиодной пары. То есть на них происходят жировые отложения. Если бы частичка пыли на светодиод попала, на фотодиод попала бы, это не так влияет на эту светодиодную пару. Вот она, видите, у меня с правой стороны нарисована. И привести в исходное состояние эту светодиодную пару, вымыть спиртиком, чтобы на ней не было не как бы вот как как-то заводить, когда еще девушка руками сама не трогала, припаивала вот этот элемент, а как только начинаем мыть, там разводы и все остальное, все с этого момента извещатель уже в принципе мертвый. И вот у нас три процесса. И вот на этом графике я три процесса постарался изобразить в одном месте. Если вот эта гребенка, это наша ежегодная продувка, прочистка от пыли, если мы не будем продувать, чувствительность порога будет падать, чувствительность будет повышаться. С другой стороны у нас есть две экспоненты, это загрязнение оптопары, с которым практически невозможно бороться, и падение мощности светодиода, светоизвучателя. И вот результирующее. Грубо говоря, через два-три года самый новый дымовой извещатель, точечный, в принципе уже новым не будет. Понятно, да? Поэтому в Европе пять лет, если нету компенсации, если есть компенсации или какие-то дополнительные устройства, они разрешают восемь лет, у нас десять лет пока. И как бы вот говорить о том, что пол-палец потолок вроде вот этот нормальный, а вот этот бы я заменил бы, а вот это надо бы как-то проверить. Давайте карандаш засунем туда. Понимаете, что разговор для бедных. С другой стороны, у нас есть другие извещатели, линейные, дымовые, и их прямо на месте с помощью атонюаторов таких световых, черные полосы рисуются, их прямо не снимая, на месте можно проверить. и если он в пределах тех требований, которые к нему предъявляются, на сегодня это господин 53-325, или вот который новый вступит на извещатели, он соответствует, и пускай дальше работает. Это можно проверить. А что нельзя проверить, вот так они за рубежом пишут, что то, что нельзя проверить и для замены, или на завод. То, что можно на месте проверить, можно вести разговор о продлении срока службы. Я, наверное, на этом закончу, хотя и не спасибо. Я, по-моему, пояснил, что в принципе там комиссионно что-то можно как-то думать, и если есть производитель, то это можно обсуждать. Все-таки все индивидуально, такой мини-иток, все индивидуально, в зависимости от технического средства и проверка работоспособности не всегда гарантирует надежность системы, и не может подтвердить, что все будет хорошо в случае пожара, что что-то сработает. Тогда давайте передадим слово Олегу Владимировичу, а вопросы тогда потом, это у нас уже по времени мы съехали немножко. 15 минут. По системам оповещения такая же история. рассмотрим систему оповещения. Здравствуйте. Я сегодня по системам оповещения. Смотрите, что хотелось бы сегодня сказать. Я так понимаю, что может быть от этой темы локальной вы немножечко подустали, продление срока, непродление срока. В первом докладе мы услышали, что основное это федеральные законы, в то время как параллельно с федеральными законами мы на сегодняшний день имеем достаточно большое количество постановлений, в которых, собственно говоря, мы как производители и потребители, то есть собственник, как эксплуатирующие те или иные системы, наверное, все-таки подзапутались. И смотрите, мы вот сегодняшним выступлением, вот я подведу просто такой краткий итог своего понимания, как мы понимаем этот вопрос, руководствуемся двумя, в общем-то, законами. Первый, который еще является к добровольному применению, это, вот Александр Владимирович сказал, 59-638, и я сейчас буду говорить по 59-639. Нам обещали, что в ближайшие месяцы ГОСТ-59-639 это проектирование, монтаж и эксплуатация СОО станет уже обязательным к применению, и на сегодняшний день есть достоверная совершенно информация, что он уже как добровольный применяется очень активно. И вот эта активность, собственно говоря, она является одной из причин, почему мы, собственно говоря, здесь собрались и что мы, собственно говоря, хотим вам сказать. И вот эта вот ну как бы рьяность излишняя, она зачастую имеет и плюсы, и минусы. Значит, вот я хочу обратить внимание на следующий момент, но, собственно говоря, сейчас я по ним, по этим моментам и выступлю. Итак, смотрите, в ГОСТе 59.638 совершенно четко сказано, с ссылкой на постановление 1479, утверждение правил противопожарного режима, который, как нам пояснили, для обслуживания, только для эксплуатации, значит, действует. Тем не менее, для проектировщиков действует 59.638 по системе пожарной сигнализации, которая четко совершенно говорит следующее, что эксплуатировать технические средства с истекшим сроком эксплуатации можно, ссылаясь на постановление правительства 1479, при одном условии, что производитель, при этом я сейчас своими словами скажу, не против, но здесь как раз начинается очень много всевозможных тонкостей и сложностей. Производитель как раз совершенно не заинтересован в том, чтобы продлевать этот срок. И я сейчас выступлю в какой-то степени как производитель и покажу, что здесь дело не только в экономической составляющей возможности зарабатывать деньги, а и все-таки в сугубо технической. И нам уже на самом деле намекнули, что вот сейчас вот инженеры будут говорить, и да, вот они вот вышли инженеры, и сейчас они будут говорить. Почему, собственно говоря, на каких основаниях нужно строить, значит, наше понимание вот этой самой работоспособности, о которой мы говорим, и как, собственно говоря, эту работоспособность можно трактовать. Я сейчас сразу введу два понятия, очень важных. И, значит, вот именно сравнение понятия работоспособности и эффективности – это неравнозначные понятия. Система может быть работоспособной, но она при этом может оказаться совершенно неэффективной. Итак, Александр Вадимович все-таки добился того, что датчик сработал, но с большим трудом. Это работоспособный датчик? Да, он работоспособный. А он эффективный? Нет, он неэффективный. В системах оповещения все обстоит еще интересней и, может быть, еще хуже. Система оповещения – это комплексная система, достаточно сложная сама по себе. Ее сложность обусловлена целым рядом сложных физических преобразований, начиная от акустикоэлектрических, заканчивая электроакустическими преобразованиями. Речевой оповещатель, как конечное техническое средство, является таким сложным преобразователем. И срок его эксплуатации или его эффективности, собственно говоря, действительно, он на сегодняшний день определяется вот этими самыми 10 годами, которые просто-напросто – это просто-напросто историческая цифра. В то время как, если мы, например, посмотрим в области оповещения о чрезвычайных ситуациях, конечным техническим средством, а именно так там называется громкоговоритель, применяются совершенно другие требования. В некоторых ГОСТах можно найти срок эксплуатации 6 лет, в других можно найти 12 лет. Каждая из этих цифр должна быть обоснована. У нас, если мы сейчас посмотрим на ГОСТ, например, 59-639, о котором я говорю, это 10 лет на все. Вот эта цифра, конечно же, она весьма-весьма условна. Но что касается условности тех или иных цифр, которые нам предлагает законодательство. Ведь на самом деле вот этот ГОСТ к исполнению, который сейчас будет, 59-639, я, наверное, перехожу к нему, уже про 38-е не говорю. Во-первых, в нем четко совершенно сказано, что, вот, очень интересно, вроде бы совершенно одинаковые два ГОСТа, зачастую можно найти, что просто СПС меняется на соло в некоторых моментах, в 80%, значит, что ГОСТ 59-639 является копией ГОСТа 59-638 с заменой СПС на соло. И это первое, значит, что бросается в глаза. Второе, что бросается в глаза. ГОСТ 59-639, он совершенно безоснованный сейчас у нас. Он лишен основы, лишен оснований, потому что требования, значит, в этого ГОСТа не соответствуют ГОСТу 53-325, и тем более совершенно не соответствуют требованиям СП-3. Своду правил СП-3. Я в прошлом году вступал о новом СП-3, может быть, кто-то помнит мое выступление. И до сих пор, так сказать, наша молитва услышана, до сих пор новая СП-3 не вступила еще в силу. И вот эти несоответствия, они есть. И я сейчас некоторые моменты покажу, просто воспользовавшись моментом. Но, что я хочу сказать, при всей похожести этих двух ГОСТов, в ГОСТе 59-639 совершенно четко написано, что продление срока эксплуатации не допускается. Точка, не допускается. Если мы ориентируемся на самом деле на нормативы, то мы просто по истечении 10 лет и собственник. И вот я, опять же, не понял, к собственникам будет этот ГОСТ иметь отношение? Анастасия, подскажите, пожалуйста. В ППРе написано, что руководитель организации. Тогда просто-напросто, если с извещателями они еще могут поколдовать, покрутиться, повертеться и продлить срок эксплуатации, то смотрим, читаем букву, смотрим как раз. Значит, я сейчас… А, я уже, наверное, переключил. У меня не туда оно переключается. Значит, нет, для СОУ недопустимо такое продление сроков. И я сейчас просто добавлю вот этот запрет продления сроков эксплуатации более 10 лет. Именно более 10 лет здесь надо это тоже… Вот смотрите, написано «не более 10 лет», да? А, кстати говоря, в первом выступлении слово «не менее» было обозначено. Помните, все заметили, да? Не более 10 лет, а не «не менее 10 лет». Это две большие разницы. То есть более 10 лет – это проблема. Ее надо решать. Насколько я понимаю, решаться она будет следующим образом. Просто-напросто приезжает ГПНщик и говорит, ну что, давайте платите, и мы продлеваем срок эксплуатации еще на один год. Через год я опять к вам приеду, и, внимание, вопрос, будет просто-напросто проплата, или будет, может быть, проверка работоспособности. И здесь мы четко совершенно с вами должны различать. Проверка на испытания, то есть испытания, которые происходят при сертификации, и проверка работоспособности – это две несопоставимые вещи, это абсолютно разные вещи. Я сейчас покажу, почему. Значит, проверка на испытания, она совершенно четко, совершенно показана, по каким пунктам будет испытываться та же сова. Это проверка общей работоспособности, это проверка индикации, это проверка режимов доступа, это проверка работоспособности контроля линий, проверка с измерением звукового давления в двух расчетных точках. Ну, здесь отдельный разговор, это очень интересные моменты, очень интересные дополнения к своду правил номер 3, но мы сейчас говорим не о них. Итак, что же все-таки происходит в этом госте? В этом госте происходит проверка работоспособности, то есть удостоверение в то, что при включении, при активации технических средств, их параметры, то есть их задача выполняется, например, срабатывает контроль линий, или, например, при замере звукового давления параметры находятся в норме. Вот то, что параметры находятся в норме, уже очень хороший, сильный момент по удостоверению того, что система работоспособна, но я сейчас в конце концов обращу внимание на очень важный и тонкий аспект, касающийся речевых оповещателей, что обеспечить громкость речевого оповещателя не означает обеспечить его эффективность. Если я сейчас начну делать вот так, то это неэффективность. То, что я сейчас начинаю делать, это то, что происходит с динамиком во времени. Он разваливается, он просто рассыпается. Основным элементом, посредством которого создается воздушное звуковое давление, является диффузор. Этот диффузор вместе с подвесом, и особенно сильно именно подвес, начинают просто со временем дрехлеть. Они просто начинают разваливаться, размокать и так далее. Катушка начинает, я там более подробно перечислены все проблемы, которые начинают происходить с громкоговорителем, но по сути дела, можно сказать очень просто, он начинает хрипеть. Что такое хрипеть? Это значит, он превращается просто из речевого оповещателя в звуковой оповещатель. То есть он просто шумит, он просто гудит и говорит, что о том, что какая-то информация там передается. А конкретно какая информация передается, совершенно непонятно. И когда мы вспомним с вами, что соу является элементом не только оповещения, а здесь одного звуковика достаточно, а и элементом управления, значит, с целью обеспечения безопасной эвакуации людей, то здесь речевой оповещатель просто перестает выполнять свою задачу. Просто-напросто он становится неэффективным. Теперь посмотрим на сроки эксплуатации. Вот у нас, значит, проверка работоспособности – это такой очень интересный и сложный процесс, который сейчас будет внедряться. И я думаю, очень много еще предстоит нам с вами бесед и работы в этом направлении. А именно, при проверке работоспособности технических средств будет происходить, внимание, физическое вмешательство в элементы системы. Наверное, вы уже, кто инженер, из вас догадались, что это совершенно очень опасный момент, когда будет, например, демонтироваться речевой оповещатель для того, чтобы… Что там написано? Посмотрите. Разместить в одной плоскости речевой оповещатель и измерительный микрофон. Кто-нибудь мне скажет, что такое снять речевой оповещатель? Это первая страшная вещь. И второе – разместить их с микрофоном в одной плоскости. Кто-нибудь сможет мне ответить? Нет. Разместить микрофон нужно на рабочей оси. При установленном речевом оповещателе ни в коем случае его нельзя трогать. Почему? Потому что его лицензированная монтажная организация повесила туда, которая, значит, для этого получила специальный документ, который специально учился для этого. То есть квалифицированные специалисты делали то, что надо. То есть пропаянными контактами, разъемами через специальные клеммы все это подключали. Как это? Снять речевой оповещатель и в каких-то плоскостях его разместить? Этот момент чрезвычайно непонятен. И здесь нужно четко совершенно понимать следующее, что или, например, демонтаж линии, то есть разрыв линии с целью ее короткого замыкания. Или, например, отключение аккумуляторной батареи с целью замерить там 13,26 вольта. Смотрите, два момента. Во-первых, мы отключаем батарею, во-вторых, мы ее разряжаем, потому что еще будет проверка работоспособности. И можно легко показать, что при даже двух ежегодных проверках, а этот ГОСТ определяет две ежегодные проверки работоспособности аккумуляторной батареи, его срок службы только за счет этого увеличится, уменьшится с 12 лет до 6 лет. Не говоря уже о режимах температурных, если это не 20, а 30 градусов, это еще в два раза и так далее. Мы совершенно, что касается аккумуляторной батареи, мы там совершенно четко приходим к реальным срокам его эксплуатации, это 2-3 года. А что это самое, типа его не надо менять? Он не работоспособен, конечно же, его надо менять. И при чем тут 10 лет? Они тут ни при чем. Теперь возвращаясь к полуразваленному громкоговорителю, который еще хрипит, и спектроанализатор может там количество шумов, значит, синтегрировать, то есть он просуммирует все шумы и даже скорректирует их по шкале А, но все равно шумы он там намерит. И абы как бы бедно, в какой-то любой расчетной точке можно эти шумы намерить. Но эффективен ли громкоговоритель? Нет. Он просто-напросто весь дребезжит. И если мы этот речевой оповещатель, например, хотим испытать по новой, то есть он у нас, допустим, 5 лет отработал, если мы хотим его по новой испытать, мы должны отвести его на сертификацию и поместить в морозильную камеру, там выдержать 48 часов минус 10 градусов, потом испытать характеристики, мы их там не получим, потом в тепловую камеру поместить, подержать его там 48 часов, потом замерить характеристики, мы уже вообще ничего не получим, он развалится. И потом мы его виброиспытанием подвергнем, то есть 60-герцовым испытанием этот громкоговоритель, который уже и так-то наладан, дышит. Конечно же, он не пройдет эти испытания, а именно у нас сейчас как раз идет вопрос, постановка вопроса, равнозначно ли понятие, значит, испытания и проверка на работоспособность. Нет, конечно. И когда продлевается срок эксплуатации, Александр Вадимович показал жизненный цикл системы, то есть примерно идея в следующем заключается, это его идеология, Александр Вадимович, что давайте там положим линии с 30-летним сроком эксплуатации, каждые 10 лет совершаем периодическую замену, у нас полный цикл работоспособности составляет 30 лет, каждые 10 лет технические средства меняются на каком основании они должны меняться. И здесь еще один момент, здесь я немножечко про испытания показываю. На том основании, вот, кстати говоря, нижний рупорный громкоговоритель, я его снял потому, что это станция Люберцы, значит, я просто на электричке езжу на работу и замеры постоянно делаю, это просто мое хобби. Вот этот вот ТОАВский рупорный громкоговоритель 5 лет назад был установлен, он изумительно прекрасно работал, это было высокое качество, это было порядка 95 дБ звуковое давление с практически идеальным качеством. Это ТОАВский, действительно, очень хороший рупорный громкоговоритель с прямоугольным раскрывом. И я слушаю этого бедолагу, значит, ну вот мы с 9 марта начали работать, вышли из заключения, из заточения, вот, и я еду и смотрю, мой любимый громкоговоритель хрипит, сепит, что-то непонятное издает. И я его сфотографировал, там, если посмотреть, там все в грязи, все в пыли. И здесь, как вот Александр Вадимович говорил, промывки и прочистки, промывка и прочистка не поможет. То есть громкоговоритель пылесосить бесполезно. Он развалился, значит, развалился. И среднестатистический громкоговоритель не работает 10 лет, не работает. Нужна ли замена таких технических средств? Да, конечно, нужна. Еще один момент хотел для вас донести и обратить внимание ваше на следующий момент. Мы говорим о работоспособности. Мы слышали это в первом выступлении. Но обращаю ваше внимание, что ни для системы пожарной сигнализации, ни для системы СОО на сегодняшний день средняя наработка на отказ не дана, не установлена. Мы фактически сегодня с вами, имея даже ГОС-27, имея какие-то рекомендации, не можем коэффициент готовности технических средств посчитать. У нас не хватает параметров. У нас есть время восстановления. Значит, ГОС-53,325,6 часов. У нас есть ГОС-59,639. Это 24 часа, допустимые 72. А с чем мы будем сравнивать эти 72 часа? У нас нет средней наработки на отказ. Я вам привожу как раз пример цифр средней наработки на отказ по различным ГОСТам. Вот, например, раньше на громкоговорители предлагалась такая средняя наработка, как 12,5 часов. Прошу прощения, по извещателям есть все-таки 60 тысяч часов. По извещателям все-таки есть. Беру свои слова обратно. То есть по речевым оповещателям нет. Я обобщил, немножечко несправедливо. Прошу прощения. На извещателе есть 60 тысяч часов. Слава богу. Вот у меня для СОО вообще никаких данных для расчета и надежности, и работоспособности нет никаких. И вот, например, по ГОСТу 53033, кстати говоря, его сейчас активно используют сертификационные органы для того, чтобы все-таки посчитать, как-то, а бы как-то определить характеристики громкоговорителей, хорошие они или плохие, используют ГОСТ 53033. Там есть средняя наработка на отказ 5000 часов. И есть ГОСТ 42. Совершенно странный вышел ГОСТ, совершенно вообще искорежил себе представление о безопасности. Но в нем есть наработка на отказ 30 тысяч часов. Есть наши измерения, то есть я как производитель Рокстон, мы измеряли свои рупорные, которые вот висит, которые я показывал, бедолага, который хребет, стал вот этот рупорный громкоговоритель, его аналог, 37 тысяч часов. Но что такое 37 тысяч часов? Это прекрасная наработка на отказ, это очень хорошая цифра, прекрасная. Но что при этой цифре происходит? Даже при наработке на отказ 37 тысяч часов, это оранжевая кривая, через 10 лет надежность такого устройства. Это элементарная экспоненциальная оценка. Элементарная, экспоненциальная. И если мы рассматриваем, что речевой оповещатель является как таковой невосстанавливаемым техническим средством, а как его восстановить, он сломался и сломался, как радиоэлемент, его просто надо менять, то к нему может подойти экспоненциальная оценка. В 98% случаев она работает. И мы увидим, что даже для очень высококлассного рупорного громкоговорителя его, здесь речь идет не эффективности, качественной или некачественной, а его надежность, в общем-то, говорить уже не приходится, она приближается к 0,05, то есть всего лишь к 5%. Нужно ли менять технические средства с определенной периодичностью, скажем так, либо установленной производителем, либо установленной нормативами, конечно же, нужно. И здесь еще один момент. Просто вся проблема в том, заключается, что производители не сами устанавливают сроки эксплуатации своей техники, они вынуждены подстраиваться под те законы. Поэтому законы, на основании которых происходят сертификации, под которые они подстраиваются при производстве своего оборудования, и адекватность тех законов, которые выпускаются, которые применяются, конечно же, только на это мы на сегодняшний день не можем рассчитывать. И вот именно, так сказать, мы как производители будем стараться соответствовать законам, но и законы, соответственно, должны быть скорректированы в сторону все-таки объединения производителей и эксплуатационщиков, не то, что для этих одно, для этих другое, а все-таки как-то быть объединены в единое целое. Спасибо. Очень прекрасно. Все, да? Да. Спасибо большое. Я исправлюсь такую, как это ты сказал, первый раз модератором. Качнов Олег Владимирович, я вас не представила. Олег Владимирович ведущий специалист по разработке программного обеспечения системы оповещения и трансляции X-Cort Group, а еще, я думаю, что уже известный специалист, который разработал методику, методику пособия, пособия по проектированию системы оповещения, наверное, единственный в нашей стране, кто попробовал систематизировать информацию по данному вопросу и вот публиковал такие пособия. В интернете можете поискать, старенькое точно есть, вот новенькое, не знаю, это коллег Владимирович. Новенькую на сайте, к нам подходите, подарим кому нужно. Ну вот учебник тоже с Академией тоже, насколько я знаю, тоже написали. Спасибо большое. Давайте тогда быстренько сайт. Я на стенд хотел сказать, сказал на сайт, оговорчик уже заговорился. Да, X-Cort Group, вы в восьмом, по-моему, да, зале. Тогда переходим к Александру Михайловичу Олежков, доцент кафедры по пожарной автоматике Академии ГПС МЧС России про установки пожаротушения. Вот тоже, какая позиция здесь, потому что здесь могут сказать, ну тут же трубы, тут больше железа, тут меньше электроники. Что нам расскажете? Добрый день, коллеги. Мой доклад будет посвящен установкам, ну вообще, установкам пожаротушения, именно эксплуатации, возможности эксплуатации после срока службы 10 лет. Итак, основной документ, который, откуда все это пошло, это правило противопожарного режима, статья 54, в котором указано, что при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверхслуга службы, установленного изготовителем и при отсутствии информации изготовителя поставщика возможности дальнейшего эксплуатации правообладателя объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний. также в этом пункте сказано, что организация, привлекаемая помимо эксплуатирующей, помимо организации от объекта, должна иметь специальное разрешение. Исходя из этого, мы можем посмотреть следующий драмативный документ, это ГОСТ 59.636 2021 года, в котором дано следующее определение. Техническое свидетельственное, что это такое, далее, в каких случаях проводится техническое свидетельственное, и самое главное, что такое специализированная организация. то есть у нас указано, что должно быть проведено техническое свидетельственное, производится комиссия, с учетом представителей комиссии, это эксплуатирующая организация объекта, и плюс специальная организация. Так вот, в этом документе указано, что специальная организация, это организация, имеющая лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию, и ремонту. исходя из этого, можно сделать вывод, что организация обслуживающая и собственность объекта с организацией, имеющей лицензию, может провести испытание. По окончанию испытаний комиссии выдается акт о возможности используемой установки либо неиспользованием. Пример акта есть в РД 25 964 90-го года, который ссылается в данный ГОСТ. Но тут есть один нюанс. Данные испытания, они примерно также проводятся как комплексные испытания. принимается работоспособность всей системы. Но система может быть и работать в данный момент, но что будет с ее элементами? То есть самое главное это элементы системы, такие как росители, если мы говорим про установку водяного портушения, росители, узлы управления, насосы, задвижки и так далее. В этом случае наверное некорректно давать полную гарантию работы установки, потому что элементы они скажем так у росителя изнашиваются резинки, которые стоят между клапаном и колбой. первое. То есть как вы проверите на объекте ее работоспособность, инерционность росителя, как вы проверите работоспособность ее. То есть не факт, что он может сегодня сработать, а завтра он просто не срабатывает, потому что пыль, допустим, какие-то воздействия солнечных лучей и так далее и тому подобное. То есть что происходит с элементами тут непонятно. Да, то есть в целом приняли допустим работоспособность установки, но опять же тогда заказчик, в данном случае производитель объекта, кто руководитель объекта, принимает в себя полномочия, то что данная установка будет работать. Но в случае пожара или еще что-то, элементы просто могут не сработать. поэтому я считаю, что важным в данном случае провести допустим акт работоспособности и отдать основные элементы на испытания. Но кто может проводить такие испытания? Именно элементов. Это должно быть исправительная лаборатория, в которой имеет свою аккредитацию, то есть в федеральной службе аккредитации, у которой есть аттестат аккредитации, у которой есть область аккредитации, в которой прописано именно что она может проводить, на какие ГОСТы, какие методии и так далее. Давайте попробуем рассмотреть как пример проведение испытания растителей. То есть условно с объекта сняли, демонтировали растители. Во-первых, первый этап, то есть как же где их демонтировать, в каком количестве. На каждом объекте, если мы говорим про растителя, то есть ZIP. Далее, где можно провести демонтаж. Тоже представим, что разные объекты по-разному эксплуатируются, поэтому я думаю, что логичнее всего это делать в местах с наиболее агрессивной средой. Например, фудкорт, если брать торговые центры, места с повышенной влажностью, места с постоянным паданием солнечных лучей, то есть это типа атриума пространства, то есть где наиболее наибольшее будет воздействие на раститель. И соответственно демонтировали раститель, передали в испытательную лабораторию, ну и соответственно как он должен провериться? На соответствии характеристик, есть паспорт на раститель, в паспорте прописаны его технические требования, на основании этих требований он должен проверяться. Есть ГОСТ 51043, в котором прописаны требования к растителю, то есть изначальные требования, которые он должен осуществлять. И испытательная лаборатория должна провести на соответствии методики указанных в ГОСТе и технических характеристик данного растителя. Ну, я так немножко выписывал некоторые методы, по которым может проводиться испытание. Ну, первое, это понятная гификация растителя, да, то, что взяли раститель с объекта и нефицировали с паспортом, то есть все должно биться, совпадать. Дальше, обязательно проверка на герметичность и вакуум, то есть должны понимать, что данное устройство должно быть работоспособным, тем более на определенном количестве времени. Дальше, инерционность, время срабатывания, то есть при определенной температуре колба должна сработать, вот, и, соответственно, тоже это надо проверять, это, иначе просто смысл системы, если при необходимой указанной температуре колба просто не сработает, да, система не будет работать. ну, то, что касается пеновых оросителей, это проверка кратности, то есть дальше, параметры устройства, если это берем ороситель с предъявительным пуском, то контроль предъявительного пуска, контроль срабатывания, то есть мы смотрим, насколько все это работает. тут привел пример небольшой, да, то есть внутри оросителя может быть образовываться некая коррозия, ржавчина, соответственно, у него интенсивность может меняться. Вот, ну, вот, все, что, в принципе, хотелось сказать по этому направлению, то есть если мы смотрим то установки пожаротушения, то они отличаются от изыщателей, от оповещений немножко, да, то есть если мы берем все-таки железо, оно может дальше работать, но оно должно соблюдать определенные условия, при котором данная система будет так же эффективна, как и при ее установке. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, в общем-то, наша первая тема, она была озвучена, я надеюсь, что теперь у вас тоже есть информация для размышлений, потому что, как мы видим, у всех разное немножечко мнение, понимание, да, наши эксперты рассказали вам свое понимание, вот, а вы уже, как взрослые люди, надеюсь, проанализируете и тоже какое-то мнение у вас будет теперь свое. Если есть вопросы, есть у нас вопросы у кого-то, да, к текущим спикерам или переходим к следующему докладу. Если есть, поднимите руку. Есть? Да. Микрофон. Микрофон. Смотрите, в некоторой элементу есть методика испытаний есть в гости. То есть, я привел пример именно растителей, потому что их просто нету. там, допустим, модулей порошковых нету, там, грубо говоря, газовых, огнепых составов тоже нету. А трубы в этом гости есть. Есть четкая методия, как проводится на герметичность труба. Ну, это герметичность, это гидравлические параметры. В принципе, в этом гости они указаны. То есть, именно, скажем так, основные элементы, там, насос, трубопровод, там есть, да, то есть, а то, что касается специализированных уже это, оросители, модули газовые, модули порошковые, этого нету, потому что, ну, на объекте невозможно это сделать. Это надо именно делать в специализированной лаборатории, которая имеет свою аккредитацию, в которой есть оборудование испытательное, есть поверенные стенды, которые именно могут это делать. Вот, то есть, вот такого плана. На определенных участках, в определенном количестве сегмента трубопровода, ну, и проводить испытания, там, в том числе, прессом, по гранту, да, и так далее. И уже по результатам испытания можно было уже выпускать документ, который позволял бы, ну, также на средства оценивалось, какая толщина, повреждена трубопровода коррозия, и там, и в результате можно было принять документ, позволяющий там продлить срок эксплуатации трубопровода или нет. Ну, в настоящем гости вот это все как-то… Ну, по трубопроводу там есть, вот, поэтому, ну, тут это не самый такой критичный элемент трубопровода. Есть более, скажем так, более капризные элементы, вот, вот их, наверное, больше стоит осмотреть. Спасибо. Спасибо. Есть, вот еще вот, да, можно туда тоже микрофончик, девушка. Добрый день. Вопрос, наверное, к предыдущим лекторам, ну, вообще в целом, вопрос какой. Вот, вы говорили о том, что системы оповещения нельзя продлевать. Не то, чтобы нельзя, а это надо делать осмысленно. Тут вопрос такой, вот вы говорите о элементах системы. То есть мы можем поменять элементы системы и продлить эксплуатацию системы, потому что система же это набор элементов? Солы, это линии в том числе составляют технические средства, не говоря уже об организационных мероприятиях в определении соулы. Технические средства, которые мы можем выделить, ну, грубо говоря, в три контура. Это человеческий фактор, человек-оператор, это технические средства сами по себе, например, средства управления, усиления и так далее. И, соответственно, линия оповещения. Линия оповещения, это сложная топология, это отдельная, так сказать, составляющая, состоящая из элементов, которые называются речевыми оповещателями. Если, скажем, я сейчас указал на узкое звено, для того, ну, я в своем выступлении на узкое звено указал, что речевой оповещатель является одним из таковых, ну, то есть, как бы слабым звеном в системе, то, в принципе, здесь субъективный фактор очень хорошо можно подключить. У нас на сегодняшний день основной ГОСТ по оценке разборчивости это субъективный фактор. То есть, только когда специалист может послушать и определить, значит, разборчивость, обеспечивается или она не обеспечивается. Таким образом, этот субъективный фактор совершенно спокойно можно применять при эксплуатации оборудования. И, в частности, например, совмещение в системах оповещения просто аварийного режима автоматического и, например, фоновой рекламно-музыкальной трансляции является прекрасным вообще примером, как можно повысить эффективность системы оповещения. В частности, и фоновая трансляция, например, речевых оповещателей в нормальное время, например, днем, да, она является автоматическим, тут же автоматическим контролем их качества и работоспособности. Дежурный. Просто один раз достаточно утром включить и сделать функцию тест, что у вас система работает, сразу про систему забываем и проходим один день, один раз делаем обход, что все речевые оповещатели говорят, это первое, и как говорят, не начал ли кто-то захлебываться, хрипеть, похрустывать, покрякивать. И все. И когда он это начинает делать, его надо менять, просто снимать и менять. Немножечко более сложный вопрос именно с радиоэлектронными устройствами, блоками управления, звуковоселением и так далее. У меня вопрос не по элементам системы, а вообще в целом. Получается так, что мы систему смонтировали, проэксплуатировали 10 лет. Условно, в течение этих 10 лет мы проводили какие-то плановые ремонты или не плановые. То есть у нас система находится не в просто работоспособном состоянии, а условно говоря, большая часть элементов системы новые. Но прошло 10 лет, я систему должен поменять. Я не могу же продлить эксплуатацию этой системы, я должен смонтировать новую. То есть даже сделать новый проект. Правильно я понимаю или нет? Нет, нет, но я вчера Иван Робаков тоже говорил. Практически на все провода срок службы не менее 30 лет. Вот этим я считаю руководством. Дело в том, что это самая трудоемкая вещь в работе, прокладка кабельных линий. Сами провода, кабельные каналы, все остальное по объему, это как называемый расходник, это очень достаточно большая часть. Плюс проект и пусконаладочные работы, я считаю, что элементы в течение какого-то срока можно менять, а систему 30 лет ничего страшного. Вот на мой взгляд. Может быть, у Олега Владимировича свой взгляд. В гости 59, 639 сказано до истечения срока эксплуатации. И у меня в презентации там был красным выделенный знак вопрос поставлен. А когда же этот срок истечет этой эксплуатации? И вот в этом смысле, если объект действительно серьезный, например, это энергетика атомная или гидроэлектростанция или какая-то еще электростанция, если это серьезный энергетический какой-то объект, то на нем, на этом объекте прежде всего предварительно, на предварительной стадии делается оценка надежности и работоспособности в том числе и анализируется, какую надежность будет иметь система при завершении срока эксплуатации. И здесь, если мы посмотрим, то вот этот экспоненциальный закон, который я в конце показал, его никто не отменял. Надежность системы резкая, она работоспособна, она включается, она выполняет свою задачу, но вы уже практически не можете гарантировать, не подведет ли она вас в ответственный момент. То есть при сработке выполнить ли нам свою задачу, ее надежность, вероятность ее включения резко уменьшается. И здесь просто это называется риск. И просто он в какой-то степени на вашей ответственности. И смотрите, вы каждый год можете продлевать срок эксплуатации своей системы. Вам разрешают это делать фактически, ну по крайней мере по 38-му вам разрешают это делать, но вы рискуете. Мы просто об этом риске хотели вам напомнить. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok